Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Присядьте, дорогие братья и сестры! Дорогие друзья, перед нашей молитвой моя тема Второе послание Коринфянам Первая глава, 20 стих Второе Коринфянам, 1, 20 Ибо все обетования Божии в Нем, во Христе Да и в Нем, аминь Славу Божию через нас Господь Иисус Христос пришел на эту землю три с половиной года избрав учеников, апостолов передавал им сердце Бога передавал им любовь, которую Бог имеет в сердце своем к человеку служил и в конце исполнив был казнен на кресте Голгофском позорную мученической смертью умер, это была смерть заместительная и был погребен на этом закончилось но нет было обетование Божие Он воскрес, восстал из мертвых победил ад и смерть первый из из умерших в руках Его ключи ада и смерти Он восстал и воскресший Иисус являлся ученикам сорок дней наставлял их, учил, говорил А потом деяния апостолов Лука по тщательному исследованию записал слова первые глава прочитаем с третьего стиха здесь говорится об учениках которым и явил себя живым пострадании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божии и собрав их Он, Иисус повелел им не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от Меня ибо Иоанн крестил водою а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым поэтому они ученики сошедшие спрашивали Его Иисуса говоря не в это ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю Иисус сказал им не ваше дело знать времена или сроки которые Отец положил в своей власти но вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме во все Иудеи и Самарии и даже до края земли сказав это Иисус поднялся в глазах их и облако взяло из виду их вот оно чудное событие которое мы вспоминали в прошлое воскресенье это вознесение Господа Иисуса Христа но вот оно обещание которое Иисус дал ученикам своим дорогие братья и сестры когда я готовился к этой проповеди смотрел в Евангелии Иоанна сколько 14, 15, 16 глава о чем Господь Иисус говорил ученикам Он говорил что Я уйду Я вас не оставлю ситрами Я умолю Отца и Он пошлет другого это мы будем слушать в основной проповеди Он говорил ему о сошествии Духа Святого они глядя на Него говорят Господи не в это ли время Ты восстанавливаешь вот Царство Израилю насколько они пропитаны были воспитаны они ожидали Мессию который придет от Бога который восстановит Царство Израилю вот Он пришел Его распяли они разочаровались настолько мы думали что Он будет да Он тот и есть и вот Он теперь говорит готовит их вы никуда не уходите будьте в Иерусалиме вот через несколько время будет день когда сойдет на вас Дух Святой вы получите силу будьте свидетелями они опять Господи в это время Ты восстанавливаешь Царство для нас для Израиля не о том говорил Иисус Христос Царство Израилю будет а вот это время время рождения Церкви Христос говорил Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее насколько ученики не могли понять вместить когда мы читаем дальше вторую главу об этом мы слышали в начале собрания при чтении Священного Писания дорогие братья и сестры я не узнаю Петра ученика это не тот Петр который когда было особо тяжко Иисусу Христу он отрекся трижды потом когда прошло время когда Иисус был погребен прошло время он говорит я иду опять ловить рыбу кто идет со мной это не тот Петр когда он открываем во второй главе и это проповедь его когда он говорит мужи братья Израилевы возвысил голос и сказал такую проповедь тысячи покаялись это новый Петр это апостол Петр что-то в нем изменилось что в нем изменилось а потому что произошло событие сошел Дух Святой и облег их силы и они говорили со знамением для окружающих на незнакомых языках но понятно о делах Божьих отчудных и он возвестил им истину простую что тот Иисус которого Бог обещал он пришел а вы руками беззаконных пригвоздили его и умертвили но Бог воскресил его силою своею как и обещал и он вознес и он послал Духа Святого о котором говорил и вы свидетели и мы свидетели этому и они говорят что нам делать покайтесь и обратитесь и будете спасены важный стих 21 2 главы и будет всякий кто призовет имя Господне спасется вот оно то время которое народ израильский не видел как две большие горы когда мы на гору поднимаемся видим уже вершину второй горы вот оно близко спускаемся а там долина прекрасная это долина время церкви время благодати Божией время когда Иисус Христос сказал я создам церковь мою вот оно в день пятидесятницы день рождения церкви церкви Христовой и сейчас мы живем в это время в период формирования церкви Христовой царство Израиля будет но Господь придет Иисус Христос не на ослики его венчают не терновым венцом он придет как победитель и он придет не один с силою славою и царству его не будет конца а ныне он царствует он царствует в душах возрожденных от воды и духа и первые в царствие вошли двенадцать апостолов а потом тысячи уверовавших это царствие распространяется кто-то как первые ученики были умершлены и замучены мученической смертью перешли в вечность они у Бога живые церковь сегодня на земле она ожидает еще одно обетование 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 это обещание Божие Христос сказал я пойду и приготовлю место а когда приготовлю приду и возьму вас чтобы вы были там где я все обещания Божии во Христе Иисусе да и в нем аминь во славу Божию через нас и это обещание оно сбудется оно уже не за далекими горами оно близко но сегодня церковь Божия она является свидетелями и Господь Иисус Христос апостолом увел их от мысли время начало времени царства Израиля к ответственности он сказал 8 стих но вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме во всей Иудее и Самарии и даже до края земли он их мышление отвлек от царства Израиля говорит царство оно внутрь вас оно с вами мое присутствие присутствие Бога присутствие Бога Духа Святого оно в вас оно уже в вас царствие Божие и вы будете моими свидетелями вы получаете ответственность распространять это Евангелие распространять расширять пределы царствия Божия и на сегодня оно расширилось до края земли Сегодня Церковь Его ожидает, когда Господь придет и восхитит Церковь Его от земли. Это обещание исполнится. Но сегодня Бог не медлит, а Он долго терпит. При гласе Архангела, при трубе Господне, мертвую воскресную, живые изменятся, и так с Господом будем. Дорогой друг, который слышит сегодня слова, а когда Господь воскресит умерших во Христе и изменит верующих в Него, рожденных от воды и духа, ты будешь участником этого воскресения? Ты будешь участником этого восхищения? Это важный вопрос. Не важно, когда она начнется, но важно, ты будешь участником. Ты встретился с Иисусом Христом, как апостол Петр сказал, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Был день жизни твоей, когда ты в молитве покаяния обратился к Господу и сказал, «Господь, я осознаю, я грешный человек, я осознаю на кресте Голгофском, был ты распят за мой грех, это заместительная жертва была. Я исповедую тебя Богом спасителем личным». И происходит чудное, Богу возможное, Он возрождает дух для новой жизни. Это начало вечной жизни, начало Царствия Божия внутри меня и тебя. Я помню, наша сестра, она уже в вечности у Господа ожидает того дня. Нина Алексеевна Жданова говорит, «Я покаялась, молодая была, потом приняла водное крещение, это было на Троицу, в день Пятидесятницы, это важный день, в этот день многие церкви крестили новые души». Дорогой брат и сестра, которые уверовали и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, а в твоей жизни был день крещения, когда ты вошел в Церковь Христову, приняв святое водное крещение, поверив взрослым, исповедал Его личным Спасителям. Это важный день в ожидании встречи с Ним. Дорогие братья и сестры, Господь верен. Он исполнил все, сказанное Адаму согрешившему, сказанное Аврааму, другу своему. Сказанное Моисею, и Моисей сказал, я поставлю пророка, как тебя. Придет от семени ее, который поразит змея в голову, он будет победитель, он будет царь царей Господь господствующих. Это слово исполнилось. Пришел Мессия, был на этой земле, умер, воскрес, вознесся, готовит место, расширяет пределы царствия до края земли и придет снова за церковью. Это будет новая эра, новое время, время царствования церкви со Христом. Это будет время, когда Бог будет прославлен во всей вселенной, во всей его небе, на небе, на земле и в преисподне даже. А сегодня имя Господа славится в церкви, здесь, в церкви Его, здесь, в душах Ему принадлежащих. И слово Его, оно неизменно, оно остается верным. Ибо все обетования, обещания Божии в Нем, во Христе, да, и в Нем, во Христе, аминь. В славу Божию через нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok